Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня вас ждет немного странный рецепт, который я решил опробовать вообще в первый раз. Эксперимент, так сказать. Взял я его вот из этой книги. Баранина серия «Хорошая кухня». Это переводная книга, которая на английском выходила под номинованием «Good Cook» серия. Название звучит как «Ламбургеры» или на испанский лад «Ламбургесы, запеченные соусом». Вам интересно, что получится? Мне, признаюсь честно, очень. По сути, это рубленые котлеты из баранины, от английского «Лэмп ягненок», запеченные под соусом. Почему я вообще заинтересовался этим рецептом? Я очень люблю баранину. Хорошие баранины в наших краях, как я говорил уже, найти достаточно сложно. Это, как правило, очень молоденькие ягнята, которые имеют много жира и совсем мало мяса. С другой стороны, так подумав, когда я читал этот рецепт, я решил, что, в принципе, то же самое можно готовить из хорошо пожившего барана, который просто так не прожуешь. Потому что котлеты получаются рубленые. И третий, очень важный для меня момент. Этот рецепт позволяет переработать на классное, я надеюсь, блюдо даже самые, так скажем, негодящиеся в другие какие-то блюда кусочки мяса. Пашину баранины, обрезь всякую и так далее. Потому что на фарш можно пустить вообще все, что угодно. Итак, здесь у меня фарш из баранины. Я его заранее приготовил, чтобы ваше время не тратить. Сейчас его надо заправить всякими всякостями. И одна из таких всякостей, обжаренный на свином жиру, лук. Поэтому быстренько нарежу сало и отправлю его вытапливаться. А пока оно топится, нарежу лук кубиком, чтобы равномернее фарш перемешивался. И отправляю его обжариваться, как указано в книге, до мягкости. Ну и традиционная добавка для котлет – кусок белого хлеба. Его надо замочить в воде. Меня частенько спрашивают, какие книги по кулинарии я мог бы посоветовать. Я всегда отвечал и сейчас отвечу то же самое. Мне очень нравится вот эта серия. Всего в ней вышла 21 книга. Чем она мне нравится? Тема, что три четверти объема каждой такой книги занимает описание технологий и рецептов. И только четверть приходится непосредственно на сами рецепты. Про лук не забываем, нам помешивать, это подгорит. Почему я постоянно говорю про важность технологии в кулинарии? Да вы сами все прекрасно понимаете. Ну, что толку постоянно твердить, я не знаю, или готовить один и тот же рецепт, как попугай? Ну, я не знаю, ну, например, рецепт борща. Кстати, лук дошел до кондиции, пора его к фаршу. Так вот, ведь продукты-то всегда разные. Ну, достался вам кусочек грудинки от молодого теленка, время варки одно. Достался кусок от ожившего свой век быка, время варки совсем другое. Готовите вы из молодой капусты, время варки ее 3 минуты. На рынке только зрелое, ей 25 минут подавай. То есть рецепт всякий раз надо адаптировать под свои продукты, под те, которые у вас сейчас имеются. Приправлю фарш с солью, перцем, паприкой. Да, так вот насчет адаптации. Для этого, для адаптации, надо понимать принципы приготовления, технологию. Если этого понимания нет, то следовать рецепту, как тупой идиот, верный путь получить на выходе, черт-те что. Так вот, в этой серии книг дается понимание технологий и принципов приготовления. То есть самый важный момент в кулинарии. Да что далеко отходить? Загляните вот в этот рецепт. Я показывал борщ по Похлебкину. Почитайте комментарии. Ни один и ни два комментатора заметили, что капуста переварится. Если бы они понимали технологию, то сообразили, что да, видимо, они всегда готовят из молодой капусты. А если у Похлебкина речь идет о 25 минутах варки, то, наверное, он использует для приготовления борща зрелую капусту. Так вот, для такого понимания серия Гуд Кук очень хороша. Правда, денег стоит каких-то нереальных, поэтому лучше ищите ее в электронном виде и читайте. Ну что, фарш пора вымешивать. Я традиционно для этого использую свой агрегат. Ну, вы, конечно, вымешать руками. Для чего его спрашивается, покупал? Новички на канале, не спешите с вопросами. Обзор своего чудо-агрегата я делал. Все его плюсы и, главное, минусы указал. Щелкайте и смотрите. Это там все вымешалось уже. Смотрите, какой фарш. Красота! Начну лепить. Чтобы фарш меньше приклеился к рукам, ладони смачиваю водой. Кстати, вот уверен на 200%, обязательно сейчас найдется какой-нибудь идиотина, который скажет, что, самые умные, что ли? Да не я самый умный. Я книги рекомендую, классные, не тупо с рецептами, а именно с техникой, с технологией. Вот к чему обращайтесь. Я тупой в кулинарии, как не знаю кто. Полный идиотина, который ни черта не умеет, блин. И я показываю вам рецепты, не с целью показать, вот, готовьте так, так, правильно. Нет, я показываю с целью заинтересовать этим делом, чтобы вы сунули все это, попробовали, посмотрели еще какие-то книги, чтобы заинтересовать, а не чтобы научить. Какой из меня учитель вообще? Я ни дня не проработал на профессиональной кухне. Вообще ни черта не знаю. Аж бомбануло. Ну, какие котлетки классные. И очень важно, чтобы жирка было много, он вытапливаться будет. От этого мясо баранины, изначально суховатое, будет сочнее. А жарить их буду на той же сковородке, на ней осталось достаточное количество жира. Если у вас его, конечно, маловато, можно немного добавить. И жарю их не до готовности, а только до зарумянивания. Три минуты на одной стороне, три на другой. Внутри они должны остаться розовые, потому что потом в духовке будут доходить до готовности. Пока они дожариваются, у меня есть три минуты на соус-заправку. Он простецкий. Яйца, у меня сладкий йогурт, у меня сметана, у меня йогурт, и соль с перцем. Почему я клюнул на этот рецепт? Мне показалось, что к баранине кислинка йогурта будет как нельзя, кстати. Как раз и на второй стороне котлеты три минуты свои провели. Надо переложить их в форму для запекания. Форму надо подбирать по размеру так, чтобы котлеты лежали довольно плотно. Ну или количество фарша подбирайте под размеры вашей посуды. А теперь остается залить их будущим соусом. Надо сказать, что жареная баранина уже пахнет чертовски аппетитно. И завершающий штрих. В этой сковороде жарились котлеты, и тут остался жир. Надо его ароматизировать, ну и подкрасить паприкой. Вот так. И вот этой ароматной субстанцией украшаю блюдо. Примерно так. Красота. Все. Отправляю в духовку. Температура 180 градусов. Готово все будет примерно через час. Надо, чтобы котлетки зарумянились, соус загустел, ну и баранина дошла до кондиции. Подождем. Вот такая красота в результате получилась. И запах ей под стать. Еще немного петрушки для яркости красок. Дико интересно, как этот соус по вкусу с бараниной сочетается. А вам, правда, я не представляю, как можно такое блюдо красиво презентовать. Ну, если иметь в виду порционную подачу. Ммм. Ну, это, понятно, очень такие сочные, классные котлеты из баранины. А что с соусом? Баранина и соус. Соус это, по сути, омлет с йогуртом. Ой, запахи такие. А насчет подачи, я думаю, можно, наверное, на стол выставлять целиком вот такую посудину для запекания. И уже со стола каждому порционно из гостей в тарелочку котлетку класть. Так. Знаете, отлично сочетается. Вот эта вот кислинка йогурта и баранина. Я думаю, что это блюдо у нас войдет в постоянный рацион семьи. И еще. Можно, наверное, сочетать баранину с другим мясом. Потому что баранина имеет достаточно сильный вкус и аромат. И я думаю, добавить немного говядины не будет лишним. Потому что, ну, барашки, они небольшие. И сложно найти много баранины, чтобы делать много котлет. А если добавить некоторое количество баранины и говядины, то я думаю, что вы и не отличите, что там баранина с говядиной. Короче, целое поле для экспериментов. Если понравился рецепт, ставьте лайк. Если не понравился, дизлайк. Спасибо за компанию и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok